друзья всем привет хочу с вами сегодня поделиться как связать вот такие спортивные носки здесь у меня подпятник и фиксированный подгиб мне кажется он здесь не лишний и по 4 петельки изначально на 4 петли я делаю меньше это такие нюансы небольшие забегая вперед говорю такой же фокус и где-то применяла в горловине не помню по какой причине если вспомню туда пишу в инфобоксе где-то мне это было нужно я точно помню это я делаю для того чтобы вот это утолщенное место не смотрелось таким вот объемным в том году значит сыну делала вязала джемпер на канале есть он из пряжи донат фибра натуры мне понравилась ниточка и он не говорит мам заодно мне носки свежие у нас на уборде катается ему нужны именно спортивные короткие себе я также вижу спортивные коротки поскольку на лыжах хожу иногда редко дается но хожу и вот сейчас я себе вижу ему я вязала в том году из пряжи опал напомните в комментариях что-то я не помню артикул опал по моему ну здесь классический и метраж и состав вот в такой расцветке и зеленый с коричневым с таким таракотовым наверное не коричневый а таракотовый значит сейчас говорю ему сын пришли пожалуйста фотки прислал один криво другой сикось накость один так другой я говорю спасибо что так некрасиво он говорит почему некрасиво красиво я говорю ладно поняла на пальцах объясню я вязала из разной пряжи да и одни дело где под пятник по длине и был ну то есть вот этот участок впереди был более коротким просто задействовал большее количество петель если вы никогда не вязали такие спортивные носки до когда поймете принципе занять легкостью можете вот этот под пятник длину его до длину увеличить но мне кажется вот в сравнении когда я ему двое вязала значит никакой разницы вот нет чисто внешне не отличается больше никак я вижу из пряжи ручного окрашивания от натальи фадеенко канал на ю тубе ее называется наталья фадеенко вязание как искусство проходите к ней ссылочку оставлю наталья благодарю тебя за такую прекрасную пряжу это пряжа вултайм от ализе 200 метров на 100 грамм использовал спицы для работы три и три с половиной то есть все основное полотно я вижу три с половиной а внутреннюю часть вот эту я вязала троечкой потому что это внутри находится внутренний диаметр он всегда меньше можно вязать вот на таких носочных спицах кстати это мои самые первые спицы который покупал пять лет назад я удалил это видео о носках вот как раз я тогда на них вязала это было пять с лишним лет назад зимой а еще мне есть вот такая пряжа от натальи тоже кстати вот потом вот так вот я приближу вы можете навести на экран телефон и перейти к ней в телеграм-канал но все ссылочки также оставлю здесь уже метраж классический 420 метров на 100 грамм и состав классический вот эта ниточка потоньше и кстати я не планирую вязать носки я планирую вязать шаль или бактус меня что-то здесь потянуло на крючок представляете если дело это тайные тропы авторской шаль сидела здесь вязала что-то меня вот бывает такая ностальгия время вязать другие вещи а у меня здесь это бактусы какие-то да и кстати наталья говорила что она перестала красить пряжу летнего состава и она мне дарила буретный шелк присылал девочки я начала процесс потому что переживаю не успею ли сезон кончится и так о носочках мы не будем с вами вязать пятку поскольку пятки разные их миллион мне моя подруга вязальная юля с канала клубок желаний учимся вязать вместе она сейчас кстати подключается она приехала со своих дел освободилась в общем приехал сейчас будет заниматься каналом проходите к мне очень много носков я вот у нее кстати смотрел эту пятку она мне дала совет я привыкла вязать классическую юля мне сказалось какой пятки мне начать с пятки подкова она год она ближе будет к привычной пятки горит начни с нее вот она мне очень даже понравилось единственное я свои изменения здесь выносила у меня немножко другую видение и на подъем и на поднятие петель но это уже отдельно и смотрите чтобы мы друг друга хорошо понимали для удобства потому что кто-то привык на одной спице вязать способом и джек клуб на длинный да кто-то вот на таких спицах вяжет кто-то на пяти спицах я на пяти вяжу чтобы мы друг друг понимали начало вязания у меня всегда лично ну по привычке уже по старинке да это страны пятки 1 2 спица 3 4 поэтому если вы вяжете magic лоб способом значит вы делите петли пополам и для вас это будет первая спица а другая сторона это будет 2 спица ну замечательно но такие меня нежные носочки получаются приятного вязания девочки и самое главное будьте здоровы на мою ногу мне нужно будет 48 петель то есть по 12 петель если вы вяжете на 4 до и по 24 если вы вяжете на 3 спицах но сейчас мне нужно будет набрать на одну петлю на каждой спице меньше потом мы их добавим эти 4 петли то есть по кругу у меня будет 44 петли беру спицы большего размера три с половиной беру вспомогательную ниточку любой который не ворсится у меня ализа дива или ализа мисс не помню уже по моему это ализа дива остатки какие-то остаются вот использую их делаем первоначальную петлю крючком крючок у меня два с половиной любой которым удобно на ниточку кладу спицу крючком подхватывать делаю первую петлю огибаю спицу 2 петлю и таким образом набираю 44 петли на дополнительную нить может быть кто-то привык из воздушной цепочки набирает а мне такой вариант не нравится мне проще вот так вот набирая все 44 петли на одну спицу еще раз огибаем подхватываем провязываем огибаем подхватили провязали огибаем снизу и таким образом набираем 41 42 43 44 петли ниточку ввожу назад и воздушную цепочку ниточку отрезаем беру нить к основную прикладываю оставляя небольшой кончик небольшой хвостик и по 11 петель на каждую спицу будут провязывать 10 и 11 теперь по традиции нам нужно посмотреть чтобы у нас не перекрутился наборный ряд все проверить можно кончики это начало наборная наборного ряда и конец связать между собой потом аккуратненько развязать и так все проверили убедились что цепочка наборного ряда не перекручена и дали по кругу буду вязать и далее начинаю вязать по кругу несколько рядов я буду вязать 6 рядов сейчас я вижу второй ряд и когда 6 рядов провяжу я к вам вернусь я провязала 6 рядов круговых раз два три четыре пять шесть работе сейчас буду на двух вот этих спицах которые объединю и поворотными рядами туда-обратно буду ходить 6 рядов и так я провязываю с первой спицы все петли у меня их 11 в моем варианте одну спицу пока откладываю она мне пока не нужна будет по центру ставлю маркер для наглядности и провязываю с другой спицы теперь у меня здесь 11 петель 9 петель 2 или 3 можно не доходить но главное что если вы на одной спице 2 не дошли значит и соответственно другой спицы 2 будете не доходить итак я буду провязывать 9 петель от маркера 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 разворачиваемся на изнаночную сторону и будем вязать немецким способом укороченных рядов изнаночную петлю на правую спицу перекидываем и ниточку заводим на отказ до отказа назад две дужки петли являются одной петлей первая разворотной петля считаем 2 3 вяжем изнаночными петлями до маркера 4 5 6 7 8 9 перекидываем маркер и в другую сторону также 9 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 разворачиваясь на лицевую сторону делаем разворотную петлю если у вас бабушкина значит петля вас будет стоять вот так если вяжите изнаночные петли бабушкины не важно каким вяжите за правую стеночку подхватываете и ниточку заводим до отказа на себя мы перешли на лицевую сторону ниточку на себя на лицевую сторону также 2 дужки петли разворотной петли является одной петлей и считаем лицевые петли 2 3 4 это вместе с разворотной петлей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 до маркера довязали перекидываем маркер и теперь вяжем в другую сторону на одну петлю на одну петлю меньше то есть 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 предыдущем ряду было 9 петель вот следующая петля разворотность здесь мы одну петлю не довязали разворачиваемся делаем разворотную петлю ниточку точнее петлю на правую спицу до отказу ниточку назад разворотную петлю держим на кончике спицы стараемся не растягивать и вяжем изнаночными до маркера 2 петли 3 4 5 6 7 8 перекидываем маркер и в другую сторону также 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 следующая петля разворотная разворотная предыдущего ряда разворачиваемся на лицевую сторону делаем разворотную петлю за правую стенку ниточку на себя и провязываем до маркер 2 петли 3 4 5 6 7 8 перекидываем маркер и теперь еще на одну петлю меньше вяжу влево справа налево мы первый ряд взяли 9 петель потом 8 теперь 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 на изнаночную сторону изнаночную петельку на правую спицу ниточку до отказу назад и вяжем до маркера 2 3 4 5 6 7 перекидываем маркер и 7 петель и еще изнаночных раз два три 4 5 6 7 разворачиваемся делаем разворотную петлю ниточку петлю за правую стеночку ниточку на себя и теперь нам нужно будет провязать круговой ряд до начала там где у нас хвостик то есть круговой ряд это первую спицу вторую спицу 3 4 в моем случае так как я вижу на 4 довязали до маркера если вы хотите больше вот этот подпятник дату можно еще произвать 6 петель и еще шесть петель при условии что вас одинаково у нас с вами одинаковое количество петель или на одну петлю меньше чем предыдущем предыдущем ряду после маркер провязывать 2 3 4 5 6 7 петля разворотные слева направо ее подхватываем и провязываем лицевой стараемся не растягивать следующая петля также разворотные слева направо провязали и еще одна третья разворотная петля провязали довязываю до конца спицу перехожу на другую провязываю 11 петель еще один спите и снова возвращаясь к этой спицы на которой у меня половина петель на которой мы разворачивались теперь вяжем следующим образом да и уже вот здесь вот где нет укороченных рядов у нас получается не 6 рядов а 7 рядов это важно контролировать теперь будем вязать в обратную сторону провязываю до маркера при этом не нужно разворотные петли провязать 2 петли провязала 3 меня разворотные с этой стороны мы провязываем разворотную петлю за задние стенки есть много способов в интернете но все я их проверяла когда-то на именно на хлопки а хлопок это такая ниточка видно все косяки поэтому проверяла все находки и все таки вот этот способ остается самым верным за задние стеночки аккуратненько все три разворотные петли провязали довязываю до маркера перекиду маркера теперь начинаем также 6 рядов вязать но уже большую большим цифрам то есть теперь мы будем вязать 7 петли в одну сторону 7 другую 8 петли в 1 8 другую 9 и 9 для наглядности показываю значит 1 петля 2 3 4 5 6 7 разворачиваемся делаем разворотную петлю довязываем до маркер изнаночными петлями перекиду маркер в другую сторону от маркера также 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 разворачиваюсь на лицевую сторону делаю разворотную петлю вяжу до маркера 2 3 4 5 6 7 перекидываю маркер и теперь вяжем 8 петель на одну больше 1 2 3 4 5 6 7 петля на разворотная было слева направо и подхватываем провязан и 8 разворачиваем работ на изнаночную сторону делаем разворотную петлю вяжем до маркера 3 4 5 6 7 8 перекиду маркер и 8 петель в другую сторону 1 2 3 4 5 6 разворотная петля встречается по изнаночной стороне и и им подхватываем две дужки подхватываем с лицевой стороны еще раз но многие нам уже давно узнают немецкий способ до обе дужки подхватываем с лицевой стороны аккуратно изнаночной петлей провязан не скидывайте слева спицы до тех пор пока не убедились что провязали и так после маркера провязана 2 4 6 7 петель и 8 еще одну прихватываем разворачиваемся на лицевую сторону делаем разворотную петлю ниточку на себя и вяжем до маркера 2 3 4 5 6 7 8 петель перекиду маркер другую сторону вижу 1 2 3 4 5 6 7 8 разворотная слева направо и еще одну прихватываем 9 петель то есть мы начинали вязать подпятник 9 петель и мы пришли к 9 петлю сейчас разворачиваем работу делаем разворотную петлю вяжем до маркера два три четыре пять шесть семь восемь 9 перекиду маркер и 9 петель другую сторону от маркера две три четыре пять шесть семь восьмая петля разворотная с лицевой стороны захватываем 2 дужки и аккуратно провязываем и еще одну петлю захватываем 9 петель все самое сложное мы уже выполнили делаем разворотную петлю и теперь еще один круговой ряд до ниточки начала кругового ряда до маркера провязала перекидываю так я уже сейчас перехожу на 4 спицы так два три четыре пять шесть семь восемь разворотная 9 петля 10 11 еще две спицы надо провязать то есть закончить круговой ряд довязала круговой ряд то есть там где мы вязали на двух спицах вот я вижу под пятник там где у нас наружная сторона носка там у нас теперь уже 8 рядов получается 6 было раз два три 4 5 6 7 8 6 было потом один круговый ряд еще один сейчас круговой ряд 8 рядов теперь перехожу на спицы три с половиной то есть на трешке вязала внутреннюю часть а теперь перехожу на три с половиной провязываю первую спицу 1 2 встречается разворотная петля мы ее за заднюю за задние стеночки провязываем подтягиваем провязываю первым меняю спицы сказала на три с половиной на побольше вторую спицу да и можно в начале кругового ряда повесить на текущий ряд можно повесить маркер я знаю что у меня на первой спице висит маркер от него я буду отсчитывать дальше 9 рядов так а теперь на следующих двух спицах буду вязать два ряда именно на этих двух спицах на 3 на 4 у вас может быть это одна спица до буду вязать фиксированный подгиб два ряда первую петлю снимаю ниточка перед работой стараемся не затягивать а вторую петлю провязана первое снимаю нить перед работой следующую провязываю перед работой провязываю перри снимаю на правую нить перед работой следующий провязываю так последний у меня 11 петель на спицы поэтому последнюю я переснимаю и к 4 спицы когда перехожу начинаю с лицевой петли контролирует этот момент чтобы не было затянуто перри снимаю и лицевая переснимаю лицевая фиксированная подгиб делают только на 3 4 спицы еще один ряд так что-то какой-то спицу 1 не поменяла со стороны под пятник и со стороны пятки это 1 2 спицы я просто вяжу лицевые петли еще один ряд провяжу на 3 спицы фиксированный подгиб петлю снимаю ниточка перед работой следующий провязываю чередуя петли 1 снимаю 1 провязываю 1 снимаю 1 провязываю так у меня одна спицы вот это когда я вижу на 4 спицы поэтому в этот момент контролирую чтобы не затянуть 1 снимаю 1 провязываю ниточка перед работой вот они два ряда фиксированного подгиба этого будет достаточно для такой толщины нити если вас тоньше нить допустим 420 носочка дату можно провязать еще третий ряд обычно чем тоньше пряжи тем больше рядов фиксировано от ворота нужно все дальше у меня я продолжаю уже дальше вязать по кругу до включительно до 9 ряда то есть у меня провязано сейчас два ряда сейчас я начинаю вязать третий ряд и когда 9 рядов свяжу я к вам вернусь на 3 4 спицы но теперь все петли лицевые и вот теперь прям хорошенько будет отчетливо видно вот это фиксированный подгиб даже не то что видно теперь он будет хорошо чувствоваться от фиксированный подгиб так от маркера я провязала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 круговых рядов смотрите по своему вязанию потому что нас может быть разная плотность да и когда вы подгибаете внутреннюю часть то что мы вначале вязали вот таким образом чтобы петли дотягивались до края но учитывайте что внутренняя часть сейчас петли будем переснимать она будет когда на спице каждая петелька ряд будет немножечко выше вот так короче то есть чисто визуально оцениваем может быть у вас это будет 8 рядов может быть наоборот 10 рядов больше на 1 то есть моем варианте вот с моей плотностью 8 9 рядов получилось теперь дальше нужно будет сейчас переснять вот этой петли на дополнительную спицу и провязать их соединить но при этом еще нужно будет нам по одной петелечки добавить поскольку у меня изначально было просчитано что мне над 48 петель а набирала я сейчас работала 44 петлями то есть по одной петельки мне нужно будет на каждую спицу добавить вот такая вот картина получается такой как как пятка у нас когда смотрите для удобства мне удобнее прям вот так вот я выворачиваю все на изнаночную сторону беру спицы меньшего размера распускаю хвостик где заканчивалась наборная цепочка и постепенно по одной петельки очень аккуратно перекидываю петли по 11 петель обязательно считаю на спицу на спицу на спицу номер три меньшего диаметра но неважно можно даже еще меньше взять не принципиально или такие же как удобно и так 2 4 6 8 9 10 11 на вторую спицу также итак пересняли все петли и теперь так для меня вязание теперь нужно их соединить петли выворачиваю вот так очень даже удобно сейчас все петли будут провязывать по 2 но по центру буду провязывать по одной так у меня 11 петель с каждой спицы то есть на ближние спицы и на дальние спицы и ближние петли будут соединять с петлями которые на дальние спицы подхватываю одну петлю за правую стеночку с ближней спицы вторую с дальние спицы объединяю их одной петлей может быть кому-то покажется удобнее вот такой способ с дальней спицы на правую перекидываю и на ближнюю закидываю и провязываю две петли может быть такой способ кому-то будет удобнее да еще раз с дальней спицы забираю петлю на левую ближнюю кидаю и провязываю 2 так у меня провязано 3 в общем как удобно так и делайте 4 и 5 а по центру я провяжу их не вместе а по одной петле то есть с ближней спицы и теперь с дальней спицы таким образом ни одна петля будет лишнее точнее она не лишняя она мне по расчетам нужно то есть у меня теперь будет по 12 петель на каждый спиц и так 2 4 6 7 дальше подвижу 8 9 10 11 и 12 12 петель на спице и следующую пару спиц объединяю петли с ближайшей из дальней вместе 1 петля 2 3 4 5 а по центру одну петлю провязываю с ближайшей из дальней и еще 5 петель объединю 2 3 4 5 здесь уравняю теперь третью спицу объединяю вижу парами раз два три 4 5 а по центру с ближней спицы провязываю из дальней и опять парами 2 2 3 4 5 и последняя спица и вот этот хвостик мы его потом спрячем уже внутрь у нас получается здесь как полу резинка и потом внутрь него зафиксировать хвостик раз два три 4 5 по центру с ближней спицы одну петлю из дальней и еще пять при моем качестве петель 1 2 3 4 и 5 все все петли на месте сейчас у меня 48 петель маркер можно снять все выровнять и под пятник готов у него фиксированный подгиб вот здесь вот и и все чудненько и все далее могу вязать спокойно по прямой до пяточки и уже выполняем пяточку на ваш вкус и цвет как говорится потому что они всем одинаковые пяточки подходят желаю вам легких петелек и самое главное девочки будьте здоровы